Чаще, чаще ногами! Да, 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 да! Всем привет! Это держатель микрофона Максим Исаенко. И сегодня я на необычных соревнованиях. В Полевском пройдет чемпионат главного управления МЧС по Свердловской области по пожарно-спасательному кроссфиту. Вячеслав Новиков, главный судья соревнований. Вячеслав Михайлович, почему Полевской в этом году выбрали? Традиционно у нас по проведению прошлого года соревнования в Первоурайском гарнизоне прошли на высоком организационном уровне. Поэтому руководством главного управления было принято решение именно оставить данный вид соревнований спартакиады в Первоурайском гарнизоне. Но то, что Полевской, здесь и база имеется, и площадка хорошая, и обзор для зрителей. То есть, в принципе, хотели устроить людям и личному составу праздник. Я думаю, он у нас сегодня получится. Продолжение следует... Вот Никита из Верхотурья. Только что его команда прошла эстафету. Что было самое сложное? Ну, самым сложным у меня было кантование покрышки, потому что я не ожидал, что она будет настолько тяжелее, чем наша тренировочная, которая у нас находится в части. Потому что мы тренируемся, проходим каждый этап. У нас есть весь инвентарь для того, чтобы подготавливаться к данным соревнованиям, участвуем с 19-го года. То есть, регулярно тренируетесь, готовитесь и участвуете? Ну, не сказать, что регулярно тренируемся, но когда узнаем дату соревнований, ну, мы примерно понимаем, что это где-то вот в сентябре проходит. Все, и мы уже начинаем примерно за месяц, за полтора готовиться. Здесь главная победа или для себя посмотреть, насколько готов? Ну, для нас, для команды, у нас команда чуть-чуть меняется, один-два человека, в зависимости, ну, кто как работает, кто-то уходит, кто-то приходит. Вот, да, конечно, проверка себя, времени, ну, и, конечно, на результат, потому что мы были в призах два года, второе место занимали. В прошлом году проиграли, вот, посмотрим, как в этом году выступим. В этом году, как и первый раз, когда принимали участие в Екатеринбурге, в парке Маяковского, тоже вытянули, что будем выступать первые. На счастье? Ну, не знаю, тогда мы не заняли призовое, вот. Ну, сейчас посмотрим, как выступят другие ребята, поболеем за них, мы же все дружные, добрые ребята пожарные. Концена, поработай! Да, еще, еще, еще ногами! Да, 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 да! Еще! Бой! Добавляй, добавляй, еще! Сергей из Екатеринбурга, только что его команда тоже преодолела полосу препятствий. Как готовились, что самое сложное было? Самое сложное упражнение, трастеры называют, ну, это заброс штанги на грудь, полный присед и выталкивание над собой, очень выключает мышцы. В целом, все сложно, на самом деле, потому что специфика спорта интересная, очень многое решает дыхалка. Не хватает дыхания, мышцы окисляются, организм просто выключается. В такую жиру тяжелее? Конечно, да, конечно. Ну, вам, как огнеборцам, наверное, жиры-то не привыкать? Несомненно, ну, все равно для организма это стресс, надо понимать. Не каждый, обычный обыватель, сможет выполнить данные упражнения. Ну, для вас, я так понимаю, все равно это такие специализированные упражнения, которые тоже не в новинку уже? Конечно, мы готовимся, у нас есть цикл подготовки, все различные тесты, которые мы издаем на службе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляй, добавляй, добавляй! Еще! Еще! Добавляй! Дмитрий из Пероуральской сейчас на последнем этапе тащил Ниву. Как ощущения? Ощущения нормальные. В прошлом году был УАЗ, Буханка. Было намного сложнее, в этом году полегче. В чем секрет машину так вот тащить на себе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренируемся в пожарной части, дома тренируемся по-всякому. Как вообще такие соревнования вам? Красфит очень нравятся соревнования. Настоящие мужские соревнования на выносливость. То есть, мне кажется, один из сложнейших видов среди спартакиады пожарной. В работе пригодятся силы, выносливость, эмоциональная подготовка, ну и, конечно же, функциональная составляющая, потому что все упражнения очень тяжелые, как физические, так и моральные. Поэтому здесь собрались лучшие команды своих гарнизонов, поэтому, я думаю, борьба будет упорной и интересной, увлекательной. На этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал Держатель Микрофона в Ютубе, Рутубе, Яндекс.Дзене и во всех социальных сетях. В комментариях пишите, на какие соревнования должны обязательно приехать и о каком виде спорта рассказать. Это был Максим Исаенко. Занимайтесь спортом, друзья, в том числе кроссфитом.